Небольшой обзор операционной системы Green Linux 21.2 Cinnamon. Это российская операционная система на основе ядра Linux и операционной системы Linux Mint. Что говорит о том, что в данной сборке не так много российского, как хотелось бы, но, к сожалению, например, Simply Linux, который более российский в плане того, что он является независимым. Поэтому операционной системы Linux, к сожалению, с Simply Linux либо Alt Linux у меня возникли проблемы на данном компьютере, просто не ставились нормальные обновления, система просто падала и не запускалась. С Green Linux такой проблемы не было. В всяком случае, я поставил тут обновление, все обновилось, причем я сначала поставил старую версию, 21.1 версия, а не 2, и обновился до вот этой версии, соответственно. Через, правда, терминал пришлось вбивать одну команду, точнее, 2-3 команды. Но, кроме как, все время подтверждать свои намерения, больше ничего и не требовалось. И ввести еще пароль, по-моему, перед началом, пароль от пользователя. После чего пришло обновление, обновилось все, и после перезагрузки система полностью обновлялась. В данной операционной системе все-таки требуется периодически перезагрузка, как в операционной системе Windows. Так, конечно, иногда в операционной системе Linux может обновляться полностью без перезагрузки. Если обновление какое-то совсем, ну, маленькое, несущественное. Также тут у нас поставил, я поставил Steam для тех, кто любит видеоигры. Замечу, что проблем со Steam тут особых у меня не возникло. Единственная проблема только в том, что не работают игры, скачанные на жесткий диск. Не знаю, почему я в этом потом как-нибудь разберусь. Также я провел небольшой тест, и по какой-то причине у меня получилось, что Linux чуть-чуть получше работает, чем Windows 11. К сожалению, тест не показал, что это Windows 11. Но другой персонал системы у меня тут просто не стояло. Ну, почему-то распознал как Windows 8. Ну, не суть важна. Главное, что вот вы видите процессор, и давайте-ка сейчас покажу. Еще раз информацию о системе. Где она? Так вот, настройки, информация о системе. Вот. Процессор у нас совпадает. 5600U. Gigi, это у нас диск-кнопный процессор, то есть все на ПК. Память у нас 14 ГБ с половиной. Разрешение сравниваем с этим. Все то же самое. Ядро, как мы видим, совпадает. А ядро это сердце операционной системы. Вот. А по тестам у нас получилось, что Linux чуть-чуть получше. Ведь 33 FPS, а тут 29. В общем, вывод можно сделать самостоятельно. То, что Linux, как минимум, в играх не сильно отстает от операционной системы Windows 10, либо 11. Ну, в данном случае у меня была Windows 11. Также у меня будет статья в ссылках, где можно будет подробно почитать, какая там была сборка и так далее. Если кому это очень интересно. Ну, вот. Чисто по вот этим цифрам можно сказать, что разница либо несущественная, либо Linux все-таки чуть-чуть получше. Кстати, я также тестировал браузеры, запускал тест браузера. И, к сожалению, Linux показал меньшие результаты. Но чисто вот по самой работе браузера не скажешь, что он работает хуже, чем Windows 10. Скорее всего, даже наоборот лучше, потому что операционная система Linux сама по себе работает немножко пошустрее и получше, в принципе, с интернетом. Потому что сама операционная система работает с серверами, там постоянно нужно работать с большими потоками данных из сети. Понятное дело, тут у нас все можно посмотреть. Вот такой вот тут файловый менеджер. Достаточно все быстро и шустро открывается. Замечу, что сейчас у нас все с жесткого диска. Вот эти вот фотографии я открываю. Все открывается даже пошустрее, чем на Windows 11. Именно в плане того, что там вот по умолчанию то, что там есть для просмотра фотографии, оно открывается медленно. Иногда тут с этим проблем нет. Давайте-ка покажу, что я сюда поставил. Вот, например, поставил фоторедактор дополнительно, чтобы обрезать изображение. Потому что по умолчанию то, что стоит, оно мне немножко не подошло. Вот игры из Steam, сейчас я их тоже позапускаю. Поставил еще same player, потому что тот player, который тут был по умолчанию, он просто не работал. Тут был VLC player. Не знаю, почему он не работал. Пришлось поставить этот. Из еще одних нюансов мне пришлось поставить менеджер буфера обмена. Ну, имеется в виду самых быстрых. Вот, копию, чтобы был такой же, как наподобие в Windows 10 и 11. Ну, если вы пользовались только вот обычным Ctrl-V, Ctrl-C, то он тут работает по умолчанию. Так, и перейдем к тесту видеоигр. Допустим, вот эту вот игру. На Windows 11 она у меня запускалась примерно с... 5 фпс было максимум. Тут чуть-чуть, чуток поменьше. Сейчас я настрою видео, аудио. Включу весь звук. Сделаю на полный экран, чтобы все поняли, понимали, что тут как бы, ну... Работает. Так, по-моему, он... Что-то подвисает, не знаю почему. Ну, все, вроде отрисло. Так, разрешение сейчас нормальное выставлю. Все. И все работает. Ну, почти 50 фпс есть, как на Windows. Чуть-чуть поменьше, учитывая, что тут у меня еще сейчас ведется запись. Так, я наушники сейчас отрублю. Так. В общем, все работает. Тоже каких-то вот лагов нет, при этом не могу даже записывать это все. В общем, тест мы небольшой сделали. Вот так вот выглядит тут у нас проводник. Я уже вроде показывал. Так. Угу. Поставил тут еще одну игру. Тоже она заработала. Да, если по поводу того, когда вы будете ставить Steam, тут нужно будет зайти в настройки, чтобы совместимость, тут выбрать галочку. Сейчас у меня ее почему-то нет, потому что нету интернета. Но Wi-Fi он ловит. Все прекрасно. В этом плане. По умолчанию он, по-моему, будет на английском. Соответственно, вам придется зайти и настроить. Вот тут вот русский язык выбрать. В остальном никаких проблем у меня не возникло. И еще придется вам зайти в настроечки. Мне можно выбрать темы тут. Курсор себе выбрать какой-нибудь такой. Моднявый. Либо вот такой. Ну, кому какой нравится. Можно выбрать цвет папочек. Ну, тут не только папочки меняются, но и иконки приложения. Сейчас покажу. Например, вот эту вот тему выставляем. Видите, значки поменялись. Ну, мне лично больше нравится вот такая, например, тема. Как-то привычнее. Ну, вот сэмплеер я поставил. OBS. Вот видеоредактор, которым я обычно пользуюсь. Он тут даже лучше работает, чем на Windows. Потому что он линуксовый, в принципе. Ну, редактор аудио пришлось поставить. Немножко не тот. Так, давайте-ка маркет приложение покажу. Тут он красивенький, как полагается. Даже немножко получше, чем на Windows 10. Ну, относительно. Тут у нас всего есть два типа пакетов. Linux Mint, либо Flatpak. Flatpak, как правило, там более свежей версии пакетов. Но, к сожалению, некоторые приложения из Flatpak не ставятся. Ну, пакеты приложений, в принципе, это одно и то же. Если сильно не заморачиваться. Так. Ну, и обновление системы тут, по-моему, происходит. Либо через... А, вот еще я поставил вот эту вот очистку системы от мусора. VirtualBox тоже поставил. Все тут есть. VirtualBox в том числе нужен, чтобы поставить, например, на виртуальную машину какую-нибудь Windows 11, либо 10. Чтобы запускать те программы, которые просто на этот Linux не поставились. Потому что он, по умолчанию, Windowsовое приложение не поддерживает. Ну, вот запуск игр через Steam, через Proton. Ну, пожалуйста. Также я поставил Firefox. Провел графический тест. Вот, у меня получилось, что Windows... Вот, как мы видим, вот Windows 11. Тут, на самом деле, не Windows 8. Ну, чуть-чуть. Linux, вот, ядро у нас совпадает. Как мы видим. Ну, чуть-чуть получше оказался. Прям чуть-чуть. Незначительно на целых почти 4 FPS. Вот. Ну, все. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данной операционной системы. Хотели бы вы бы перейти на более какое-то российское, либо менее коммерческое, как Windows 10, либо 11. Причем операционная система данная российская бесплатная. Ее можно легко поставить. И в целом она работает. Даже вот на полноценном компьютере. Ее, конечно, можно поставить и на ноутбук, понятное дело. И никаких проблем у меня не возникло и с установкой. Установка у меня, кстати, есть на канале. Это установка, там, Linux Mint, Mat, и все то же самое, как и тут. Ну, плюс-минус, там, тут же самый установщик будет. Соответственно, можете посмотреть мои старые видео и установить операционную систему. Ну, если вы стояли, например, Windows 11, либо 10, там, в принципе, вы быстро разберетесь, что к чему-то даже проще ее поставить, чем Windows 11, потому что нет вот этих кучи вопросов, там, нужно ли вам это, нужно ли вам это, отключите все галочки, снять, вот это все такое. Тут такого нет. Тут только устанавливается то, что вам действительно нужно. Ну, и немножко, конечно, от системных приложений, в том числе, пензак-браузер по умолчанию. И все. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.